Кошкинское интернет-телевидение Вопрос или какая-то проблема не назрела, но в последующем появится, то мы обязательно эти вопросы рассмотрим И хочу сказать, что прошедший поезд, который проходил, было собрано больше тысячи обращений Это мы всегда можем посчитать Но сколько обращений получили свое положительное решение, сказать тяжело Но я хочу сказать, что прошло уже больше полтора года И мы до сих пор получаем благодарственные письма от наших земляков, от самарцев По решению тех вопросов, с которыми они обращались Это говорит только о том, что эти обращения действительно будут рассмотрены Действительно по ним будет проделана большая работа Совместно с нашими коллегами, совместно с председателем партии Владимир Вольфовичем Жириновским Поэтому, дорогие друзья, прошу не стесняйтесь, обращайтесь Если есть у кого-то какие-то вопросы лично ко мне, я готов на них ответить Спасибо Огромное спасибо Дорогие друзья, наше время графиком РЖД крайне ограничено Но тем не менее, я бы хотел попросить выступить Членов высшего совета ЛДПР, депутата Государственной Думы Российской Федерации Первого заместителя Владимира Жириновского, Алексея Николаевича Диденко Спасибо, Виктор Васильевич Нашу встречу ведет депутат Госдумы Фракции ЛДПР Виктор Соболев, один из 12 депутатов, которые сегодня с самого утра работают на территории Самарской области И, конечно, наш пояс, наш грандиозный марш-бросок уже подходит к своему завершению Сегодня предпоследний день Одновременно и завтра Москва Приятно возвращаться на родину Но и вместе с тем, жалко, что он заканчивается Потому что люди везде хорошо нас встречают Сегодня по территории Самарской области везде было солнце Ни капельки дождя не упало на платформу, на вокзальные площади, где нас встречали Это говорит о том, что вы все теплые, гостеприимные люди И наш пояс несет только добро, только помощь тем, кто в этом действительно нуждается Это основной замысел Владимира Жириновского Поскольку людям тяжело бывает доехать до Самары, до Москвы Чтобы обратиться к депутату своей проблемой с наболевшим вопросом С какой-то личной семейной трагедией И, конечно, если людям тяжело добираться до депутата, то все решается очень просто Депутаты сами должны прибыть к избирателям Большие и малые города, небольшие населенные пункты И сегодня, вот уже на территории Самарской области, это крайняя станция И нам очень жалко расставаться, но тем не менее поезд идет дальше У нас еще работа в Ильяновской области, в Московской областях Мы успеем еще посетить около десятка станций И самое главное, конечно, вы должны оставлять информацию о своих проблемах Писать жалобы, обращения Это очень важная часть работы депутатского корпуса Приемы, сбор обращений, жалоб, вопросы, ответы Потому что где еще, как не здесь, на таких привокзальных площадях Черпать поводы и идеи для внесения законопроектов Ошибочно полагать, что в тишине думского кабинета Кто-то может родить хороший, нужный закон Ведь сама жизнь подсказывает, что нужно менять Какие статьи, какие главы, какие законы, кодексы Какой закон немедленно нужно принять, а какой наоборот Как можно скорее отменить Поэтому вы должны нам подсказать Ведь законотворческий процесс это такое движение на встречных курсах Депутаты придут к вам Мы приедем на поездах, на автобусах, на теплоходах На собачьих упряжках, если хотите Речь идет о Крайнем Севере Но вы тоже должны принимать в этом активное участие Мы убеждены, что в Самарской губернии живут активные, культурные, образованные люди Которые привыкли отстаивать свою правоту, защищать свои права И, конечно, вы заявите о всех проблемах Если не сегодня, кто не знал Там наши ребята-юристы, вот слева от меня, справа от вас, ведут прием Там же вы можете подписаться на газету ЛДПР И получать ее уже раз в месяц на свой почтовый ящик Последняя информация, новости о международных событиях События внутри страны Выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского Новости из Государственной Думы О последних принятых законах Чтобы где-то не попасть в просаг И знать все нововведения, новшества, изменения законодательства Поэтому газеты ЛДПР, пожалуйста, записывайтесь У наших ребят-юристов И вы увидите, что это настоящий вестник, оппозиционный вестник В нашей страны И, конечно, несколько слов о партии Вы прекрасно знаете ЛДПР, старейшая партия в истории России Нам 25 лет исполнилось в декабре прошедшего года Четверть века, это огромный срок Ни одна партия не может похвастаться таким возрастом Вместе с тем, несмотря на возраст партии У нас самые молодые, самые активные депутаты Все они представляют регионы Юристы наши слева от меня, справа от меня Не задавать какие-то вопросы и нас как их не решать ЛДПР это партия, народная партия, региональная Нас депутаты только регионалы Нет ни одного москвича, а те немногочисленные Они приехали в Москву учиться, остались жить, работать Поэтому мы хорошо знаем о проблемах людей из глубинки Из регионов, по Волжье, Урала, Дальнего Востока, Сибири И конечно же Владимир Жириновский был настоящим народный политик Поскольку он 25 лет таких поезда водил Выходил, встречался Вот такие на вашей станции Он, по-моему, не останавливался Но практически всю Самарскую область Пересел в горе поперек И уже наш поле с депутатами Госдумы Прибыл к вам, чтобы Ему уже доложить, что что-то не так Где какие проблемы, где какие вопросы А их предостаточно Люди приходят, значит, жизнь стала сложнее Жизнь стала хуже И такое впечатление, что две страны Одну мы видим на экранах телевизоров Где все хорошо Строят сады, больницы Поезда запускают, работу дают И реальная страна, которую мы видим Выходя из своего поезда Когда слушаем наши вопросы Где разбитые дороги Закрываются школы, больницы, папы Сокращают поезда Сокращают предприятия, рабочие места И, конечно, пенсии растут Но уничтожены низкими темпами И не поспевают даже за ценниками товаров в магазинах Это, конечно, страшно и печально И это задача и миссия оппозиции Нести реальную обстановку Как реально обстоят дела В Государственную Думу До руководства страны До Жириновского До президента ее доводить Потому что Есть люди, которые объективно верят Что нельзя прожить на зарплату в 5 тысяч рублей А мы знаем, что это очень распространенное явление И министру не понять Как можно прожить на 5-7 тысяч Если он в ресторане подписывает чек На большие суммы Поэтому, естественно, мы не вдаем Как люди проживают в глубинке На такие деньги Но, тем не менее, находят все силы Живут Существуют Вынуждены Влачить существование А не развиваться Это печально Но это Задача партии ЛДП Она в Государственной Думе Ваш проводник Ваш голос Голос Жириновского Это голос простых людей И он часто выступает на эфирах Вы слышите его И, конечно, наверное, мысленно соглашаетесь с тем Как и я Что он просто, доходчиво Объясняет понятно Что нужно делать Как нужно решать Насколько быстро нужно решать Основные проблемы наших граждан-россиян И, конечно, он с высоты своего опыта Колоссального жизненного опыта Возраста И знания страны И колоссальной памяти и интеллекта Дает правильные оценки Правильные прогнозы И уже все признали Что то, что говорит Жириновский Рано или поздно, но сбывается И руководство страны Ведущие, политологи, аналитики Эксперты Это действительно так Поэтому Есть хорошая поговорка На то в реке Ищука Чтоб карась не дремал Вот можно для нашей Государственной Думы так сказать На то в Госдуме Жириновский и ЛДПР Чтоб не дремали депутаты партии и власти В прямом смысле Иногда После сытого обеда Они любят вздремнуть При обсуждении важнейших для страны вопросов Но когда Жириновский берет слово Выходит на трибуну То, поверьте, там уже Никому не до сна И прогнав третий сон Они просыпаются И потупе взор Сидят краснея Поскольку Все, что говорит Жириновский Это ваши слова Это ваши письма Это ваши боль и слезы Поэтому им стыдно То, что они Зная правду Вынуждены говорить о том Что действительно В стране не так Все плохо А все замечательно Поэтому Задачу ЛДПР свою выполняет И конечно Мы все эти Ваши просьбы и мольбы Перенесем на проекты законов Но внести закон не значит его принять У нас меньшинство всего 56 в Госдуме Для принятия закона нужно 226 Поэтому мы знаем, что в Самарской области нас поддерживают Любят Жириновского Любят ЛДПР И это налагает на нас огромный груз ответственности Мы должны лучше, сильнее, активнее работать Чтобы ваша жизнь стала хоть немножко, но лучше Я знаю, что сегодня на нашу встречу могло прийти больше людей Но поздний час, рабочий день, домашние дела, суета Передайте простой адрес, по которому вам всегда помогут Москва, Госдума, ЛДПР Москва, Госдума, ЛДПР Это ваша последняя инстанция Ваш сигнал И о помощи Тот маяк, на который нужно равняться Ну и конечно в завершении всех вас С прошедшим праздником Самым главным, основным, святым праздником Днем Великой Победы Советского народа В Великой Отечественной войне За великую победу нашего народа За великую победу нашей страны За вас, жители Саварской губернии За вас, почкинцы За великую и сильную Россию За Эльбар, за Жириновского Спасибо вам огромное, что пришли От председателя, от депутатского корпуса Вам счастья, здоровья, всего самого доброго Помимо вас Господь, до новых встреч До свидания Субтитры подогнал «Симон»